И если эту надпись мы наберем в поисковике, у нас знаете что высвечивается? Привет! Ты смотришь канал Toyhouse! Если ты еще не подписался, то давай подписывайся, нажимай на колокольчик, и тогда ты не пропустишь мои новые видео. И кстати, тогда ты сможешь принять участие в розыгрышах. Сегодня также будет розыгрыш, а что я разыграю, ты узнаешь в конце данного видео. А на обзоре у меня радиоуправляемый автомобиль, вот такой вот автомобильчик, похожий на Toyota Land Cruiser. Почему говорю, что похожий? Так как производитель в принципе не указал, что это за автомобиль на коробке, поэтому утверждать, что это Toyota Land Cruiser я не могу. Вот даже есть фотография данного автомобиля, но значок здесь, видите, затерт. И поэтому сказать наверняка я, к сожалению, не могу. Но в принципе похож. Если ты согласен, то ставь лайк. Я в принципе согласен. Хотя, может быть, это китайский хавал. Ну, пишите свое мнение в комментариях. В общем, у нас здесь присутствует вот такая надпись. SAV V8 5700. И если эту надпись мы наберем в поисковике, у нас, знаете, что высвечивается? У нас высвечиваются данные машинки. Все, больше ничего нет. Наверное, это просто какой-то серийный номер. Масштаб данного автомобиля составляет 1 к 22. Бывают они двух вариантов. Это автомобиль на аккумуляторе и автомобиль на батарейках. У меня автомобиль на батарейках и стоимость его составляет 1066 рублей. Вот такая вот интересная цена. Наверное, на аккумуляторе будет подороже, но покупая автомобиль на аккумуляторе, вы сэкономите кучу денег, не покупая батарейки. Вот так вот. Поэтому лучше переплатить и купить на аккумуляторе. Ну и в моем варианте на аккумуляторе просто не было. Поэтому пришлось взять на батарейках. Так, сейчас я вам покажу небольшую схемку. Но, в принципе, она стандартная, простая. Ничего сложного нет. У нас вот этот вариант. И здесь идет в автомобиль мы вставляем 4 батарейки, а в пульт у нас идут 2 батарейки. Все батарейки у нас пальчиковые. Ну что ж, давайте открывать данный шедевр. Я его раскрутил, дабы уже не терять время. И, кстати, поставил батарейки тоже, чтобы не тратить на это все время. Хотелось бы отметить по пульту один такой нюанс. Но он сделан, знаете как... Мне это не очень понравилось. Он сделан из больно дешевого такого пластика. Конечно, может на камеру это все не так видно. Но вот здесь вот видите, даже антенна как бы не до конца соединена. Ну, в общем, не внушает доверия. Я бы сказал так. В принципе, два рычажка у нас вперед и влево-вправо. Все, больше здесь нет. И кривая такая наклейка, которая, наверное, тоже когда-нибудь скоро отклеится. А вот автомобиль, в принципе, сделан уже неплохо. Хотя здесь не такой супер какой-нибудь пластик. Но, тем не менее, он внушает хотя бы доверие. Ну, я бы сказал, сделан на твердую четверочку. Прям 100%. Четверку данному автомобилю поставить можно. Минус здесь есть. И это вот эта вот антенна, которая, блин, ну вот. Вот уже это прошлый век, уже давно, как бы, многие производители отказались вот от этого, как бы, решения. Так. В автомобиле мне очень понравились это колеса. Они идут с такими вот хромированными литыми дисками, как бы, тюнингованными. Низкопрофильная резина. Резина у нас резиновая. Покрышка резиновая. Вот. Фары у нас передние пластиковые. Они идут со светодиодом и светятся при движении автомобиля вперед и вроде бы назад. А сзади вот у нас просто имитация фар. Но она сделана тоже из пластика. Наверное бы, если бы корпус автомобиля был в другом, как бы, цвете, в черном или белом, они бы выделялись более получше, смотрелись бы, ну, более реалистично. Здесь же автомобиль в красном таком цвете. Я, кстати, никогда Toyota Land Cruiser вообще в красном цвете не встречал. Поэтому, не знаю, необычно как-то смотрится. Наверное, если в жизни встретить, я думаю, блин, ну, он красивый. Реально цвет такой интересный и необычный. Мы привыкли к белым, черным цветам. А вот красный такой прям, красный большой такой джипарь, ну, мне кажется, прикольно бы смотрелось. Также у нас на передней части есть такая имитация, как бы, противотуманок. Решетка присутствует. Решетка также без значка какой-то принадлежности к фирме. Но, в принципе, даже овальчик кое-что нам напоминает. Да-да. Так. У данного автомобиля, ну, присутствуют, соответственно, зеркала. Это все есть. Ручки дверей окрашены отдельными деталями, как бы, ну, какие-то полосочки. Все это присутствует. Но, у данного автомобиля мне понравился, смотрите, сделан, вот, если увидите, как бы, не знаю, плохо видно на камеру, но сделан вполне достойно салон. Прям я даже не ожидал. Он такой вот, блин, сейчас, может, камера наведется, конечно. Итак, путем нехитрых манипуляций я все-таки настроил фокус салона. И вот, посмотрите, как сделаны там кнопочки, все какие-то мониторчики, все это есть, подлокотнички. В общем, все это сделано там довольно прикольно. Вот, я думаю, может, его разобрать, покрасить салон, будет прикольно. Сзади у нас также полноценный ряд сидений там. Сделаны тоже подлокотники. Вот, видите, подлокотничек сделан. И есть третий ряд сидений. Третий ряд сидений. В общем, автомобиль, вот, говорю, сделан на твердую четверочку. Ну что ж, давайте его, как бы, посмотрим. Его ходовые качества, так сказать. Кнопка включения. Оф, он. Все очень просто. Ну и по свету. Нажимаем движение вперед, загораются фары. А назад? А назад уже не загорается. То есть, при движении вперед фары у вас будут гореть. А ну-ка, может, сзади все-таки что-то горит? Нет. Сзади. Задний ход не горит. Но здесь видно, что здесь ничего нету. Так, значит, что еще сказать по данному автомобилю? Колеса у нас поворачиваются сразу. То есть, либо влево, либо вправо. Никаких там плавных движений, колес нету. Ну, что вы хотите, такой бюджетный автомобильчик. Мне хотелось бы посмотреть его ходовые качества на улице. Поэтому я, скорее всего, да, не скорее всего, а сделаем так. Следующее видео будет именно с тестом данного автомобильчика по улице. Интересно посмотреть, как он себя поведет вообще там, как он будет ездить. Очень низкая у него подвеска. Вот, посмотрите, вот колесо заканчивается. И вот этот выступ идет. Не знаю, как он вообще поедет, не поедет или будет на месте стоять. Вот это вот интересно. Поэтому следующее видео я выпущу именно с тестом данного автомобиля. Вот такой вот автомобиль. Ну, в принципе, мне нравится. Посмотрим, как на улице себя поведет. Ну, а что по поводу розыгрыша, то сегодня я разыграю вот этот троллейбус от Автопарка в масштабе 1 к 72. Для того, чтобы принять участие, все очень просто. Вы должны написать положительный комментарий под этим видео, поставить лайк, поделиться им. Ну, и быть подписанным на мой канал. И если данное видео набирает 2000 просмотров за неделю, то я разыгрываю данный троллейбус. В общем, понравилось видео, ставь лайк, подписывайся. И не забудь, что следующее видео будет с тестом данного автомобиля на улице. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok